Всем привет, мои хорошие! Рада приветствовать вас на моем канале. Сегодня у нас Филадельфия Люкс огромный, просто ювелирный ее сделали. Мне настолько понравилось, я сразу не увидела. Когда я забирала свой заказ, там все было герметично запаковано, и я не сразу увидела. Но потом, когда пришла домой, увидела вот эту красоту. Здесь Филадельфия вокруг, ой, то есть рыбка вокруг и сыр. В общем, большие роллы, мне кажется, надо здесь кусать. Как же это вкусно! Просто нежнейшая рыбка. Сегодня Пьем, кстати, мохито. Еще взяла воду обычную. В общем, сегодня я сдала свою квартиру. Ура, ура, ура! Наконец-то! Мы уже закончили абсолютно все. И когда я получила свои первые денюжки с квартиры, мне было настолько приятно. Я поняла, что не жалко ее сдавать. Ты взамен получаешь денюжки. Многие задавали вопрос, по чем я сдала квартиру. Однокомнатная, очень близко к метро. Вышло 350 монат. Но мы через-через знакомые. Поэтому я как бы им доверяю. Самое главное, у них нету животных. У них нету детей маленьких. Это самое главное. Я так посчитала. Вообще, квартира полностью себя окупает за 17 лет. Или за 18. Ну, в общем. Кому я задала? Семейная пара, в которой изначально они жили с родителями молодого человека. Но сейчас они поняли, что они не ладят. Это просто трата нервов. Они решили съехать. Я так поняла, жить они собираются еще долго. И это хорошо. Я сразу сказала, что... Вот, смотрите, кухня новая. Дружба-дружба, служба-служба, как говорится. Будьте аккуратны. Так как, например, варочная поверхность, это не камень. Фартук, это не кафель. Поэтому надо быть предельно аккуратными. Многие пишут, мне что так дешево, типа, сдала. Это еще хорошая цена. В старых зданиях вообще дешево. То есть, если не новостройка, многие не хотят. Многие хотят жить именно в новостройке, поэтому там чуть-чуть подороже получается. Вот, поэтому мне повезло. Когда я покупала, мне риелтор прям меня уговаривал, говорил, покупай в старом ЖК. Так дешевле обойдется. И на самом деле, намного дешевле обходилось, но проблема в том, что как раз таки издаешь, что тоже дешевле. Поэтому хорошо, что я купила новостройку. Риелтор говорил, какая вам разница? Давайте сэкономим. У меня есть такие варианты старого ЖК. Многие не хотят, я тоже не хотела. Я рассматривала только новостройки. Учитывая цену на недвижимость, все равно, мне кажется, сдаем мы не так дорого. Это, наверное, связано с тем, что в Баку очень много людей обладают квартирами, которые они хотят сдать. Поэтому, наверное, и падает цена. Но сейчас такой период, сейчас как бы все приезжают, например, на учебу. Как раз сейчас сентябрь. Сейчас очень легко сдать. Я бы могла сдать двум девушкам, которые приехали из деревни. Мне как раз риелтор звонил и говорил по этой цене, могу тебе завести двух девочек. Они как бы платят пополам. Но мне-то без разницы, кто будет жить. Уже завтра они начнут перетаскивать вещи. Я сегодня вечером хочу сходить и конкретно помыть полы везде, помыть кое-где стекла, чтобы было приятно заходить. Когда я купила квартиру, квартира была в очень засранном виде. Многие даже в комментариях написали, как можно было продавать квартиру в таком состоянии. Я сначала не обратила внимание на это, с другой стороны подумала, что вы реально правильно говорите, как можно было продавать квартиру в таком состоянии. Но хозяин, который продал мне квартиру, был просто дужком. Во многом мне уступал. То есть вообще был хорошим человеком. Поэтому ничего страшного. Я сама там убралась. Немножко косметические ремонт, где мы поменяли обои. Об этом, обо всем будет отдельное видео. Ммм, супер! Раньше вообще на Кавказе было принято жить вместе с родителями. Особенно если ты выходишь замуж за младшего сына семьи. Это прям железобетонно. Ты должна будешь жить с родителями. Сейчас я замечаю, что все больше и больше людей, даже если они не имеют отдельную жилплощадь, просто съезжают на съемную. И мне кажется, это правильно. Прежде всего нервы. Прежде всего сохранить вот это уважение, трепет друг к другу. Зачем вот это все нужно? Жить вместе, лишь бы... Лишь бы следовать традициям. И вот они тоже, мои каверзеросъемщики. Года в браке, они поняли, что жить с родителями это просто невозможно. И теперь они детей не хотят. Хотят накопить на свою жилплощадь, а потом уже выехать. Я надеюсь, очень надеюсь, что никаких проблем у меня с ним не будет. А вообще, если так думать, иметь бы, например, 10 квартир однокомнатных и сдавать. Можно вообще ничего не делая, жить себе в кайф, имея просто столько недвижимости. Было бы идеально. Но просто на столько недвижимости нужно пахать и пахать. Это как бы пассивный такой доход. И, понятное дело, эти деньги можно вложиться в какой-то бизнес. И заработать гораздо больше, но... Но я абсолютно не люблю рисковать. Вот я такой человек. Живут пусть и живут. Некоторые там в комментариях пишут, Айка, что-то квартиру безвкусно оформила и так далее. Ну, просто не учитывайте один момент. То, что модно, со вкусом, это стоит дорого. А покупать это все в однокомнатную квартиру, которую ты планируешь сдавать, это просто нелогично. Квартиру, в которой я буду жить, уже чисто под себя. Там, естественно, я поменяю двери. Хочу светлые двери. Мебель светлая. В общем, уже все буду делать по-другому. А здесь сдается квартира, поэтому поддержанная мебель жены-брата для меня идеальный вариант. Тем более, она не совсем, знаете, такая старая. Установили все. И, сидя на диване, тебе потихоньку приходят дивиденды. Некрасота. У меня живот журчит. Я здесь чувствую лук. Десерт, конечно, как зашел. Ммм. Ммм. Объедение. Просто здесь лук. Я тоже самое заказывала где-то месяц назад, там лука не было. А здесь я прям его чувствую. У нас с квартиросъемщиками такая договоренность. Свет, газ, воду. Все, что они используют, платят они. А коммунальные услуги именно МТК плачу я. И это все не входит в эти 350. Эти 350 чисто мне. Вы знаете, так приятно, когда тебе на карточку приходят денежки. Непонятно. Знаете, как будто просто так. Изначально я вообще хотела деньги с квартиры откладывать и, например, целый год не трогать. Потом, например, взять две путевки с мамой и поехать куда-то отдыхать. Но уже с первой оплаты я решила обмыть и открыть этот стол. Я наелась. Было очень вкусно. Обязательно ставьте лайки, подписывайтесь. Всех люблю. Целую. С вами Блайка, Емили. Пока.